Бонжур, отус! Всех приветствую! Высказываясь на тему боязни записи перед микрофоном, хотелось бы сказать, что в той или иной мере она есть у всех. Мы приходим в ступор, когда слышим слово «мотор», «запись» или своего рода «старт». Почему так происходит и как преодолеть этот психологический барьер? Ведь у всех свои ощущения и мысли, которые мешают сконцентрироваться, а главное чувство, что перед вами стоит задача, которую надо преодолеть. Кажется, что микрофон своего рода судья, который пристальным взглядом следит за вами, чтобы вы не сделали. Все эти барьеры мешают проявить в полной мере тот лучший результат, который порой получается без записи вживую. На самом деле сценическое волнение вживую также может негативно сказываться на качестве исполнения достигнутого до публичного выступления. Виной всему сомнений. А вдруг не получится? Ведь второго раза на сцене может и не быть, а в случае с записью придется переписывать. И когда мысли такого рода одолевают исполнителя, даже порой опытного артиста, результат получается критический. Естественно, исполнитель становится ранимым, неуверенным, ищет поддержки извне. С этим сталкиваются многие ученики и педагоги. У каждого есть свои методы решения этой проблемы. И мы здесь собрались, чтобы поделиться своим опытом, который может кому-то стать полезен. Я расскажу о личном опыте и то, что я применяю в педагогической практике. Еще учеником школы, окунувшись в рабочую атмосферу обучения, ставились задачи в виде экзаменов, концертов, конкурсов, которым надо было готовиться. Оттачивать мастерство, чтобы показать лучший результат. Естественно, факт того, что тебя оценивают критичным взглядом, пугал. С другой стороны, шел процесс подготовки, который помогал в вечном развитии. Но даже добившись результата в классе и с педагогом, сценические ощущения были совсем другие на публике и перед жюри. К этому надо было готовиться. И набирая в свой арсенал опыт сценического самочувствия. Естественно, чем чаще были выступления перед кем-то, тем увереннее себя чувствовал. Если что-то получалось, обязательно обращал внимание на эти моменты. И закреплял внутренние ощущения возможности такого результата. Если же что-то не получалось, не зацикливаться на ошибках, так как, когда мы думаем, что не имеем права здесь ошибиться, обычно ошибаемся. Мне приходится часто в Европе объяснять, что такое Боян. Или скорее, кто такой Боян. А именно сказитель, который своими певческими легендами завораживал внимание слушателя, вызывая эмоциональное состояние от своеобразного представления. Поэтому исполнитель на Бояне или аккордеоне также должен пригласить слушателя в свой представляемый музыкальный мир и увлечь за собой. Именно такое исполнение становится живым, особенным, искренним и увлекательным. Когда исполнитель, как дирижер, находит невидимый контакт с так называемым оркестром, своим слушателем. Ему есть что рассказать и куда направить музыкальное движение, чтобы за ним последовали. Думаю, что выявлять и воспитывать в учениках индивидуальные качества, как взрослого артиста, можно прямо со школы. Направляя его правильным путем, ну и оставляя ему свободу выбора. Личного поиска. Развития самостоятельности. В процессе этого поиска себя, запись, аналитическое прослушивание игры со стороны помогает открыть для себя ученикам много нового. Порой услышать то, на что во время исполнения внимание не обращалось. Но процесс самокритики должен происходить в индивидуальной работе. На уроке надо находить моменты положительные, за что можно похвалить. И закрепить ощущения получившегося. Конечно, показав, как можно исправить то, что не получилось, предложить переписать. К микрофону, камере можно привыкнуть и даже абстрагироваться. Ставя перед собой другие, более музыкальные задачи. Слушать и вести мелодию, контролировать движение меха, эмоционально переживать музыкальные характеры. Увлечь себя исполнением, не думая об ошибках. Заполнить сознание нужными мыслями и не дать сомнению проникнуть, сея панику и страх. Если запись идет в классе с педагогом, набраться терпения. Если поначалу что-либо не получается. Акцентировать внимание на то, что получилось, и направлять на улучшение других моментов. Я часто на своих уроках использую аудио, запись с учеником, чтобы затем он услышал со стороны, и мы вместе обсудили детально и нашли варианты решения. И только потом использую камеру. Поэтому запись очень помогает в развитии и настраиваться надо на благо. Три варианта работы со страхом камеры, которые я использую со своими учениками. Работа с зеркалом. Ученик садится перед большим зеркалом, чтобы он себя видел и исполняет пьесу для самого себя. Желательно этот пример сделать в домашних условиях, без присутствия окружающих. Это развивает самокритику, каким бы я хотел видеть себя со стороны. В процессе работы ученик сам выбирает тот образ, который ему нравится, что повышает его самооценку. Второй вариант – научить ребенка пользоваться простейшей камерой. Можно в телефоне и дать ему возможность, без присутствия кого-либо, записываться и перезаписываться столько раз, пока он не будет готов показать эту запись вам, родителю или педагогу. Возможно, это будет не в один день. Не надо настаивать, но надо дать ему ограниченный период, например, неделю. При просмотре записи совместно с учеником в первую очередь необходимо отметить все его малейшие достижения. Даже если он сделал минимальный прогресс и отметить, что лично он, как человек, очень фотогеничен. И что камера его любит. Поскольку детские, как и порой взрослые, страхи нередко связаны не с тем, как он исполнил произведение, а с тем, как он выглядит со стороны, опять же, личная самооценка себя как человека. Потом можно обратить его внимание наводящими вопросами. Что бы ты исправил в исполнении этой пьесы и как можно ее улучшить? И ненавязчиво направить его внимание на те места для улучшения. Когда такая работа станет привычным делом, ребенок не только станет спокойнее относиться к камере, но и научиться задавать себе вопросы и искать свое лицо в музыкальном самовыражении. Далее работа с публикой. Взяв за основу каждый день играть для кого-то, начинать с доброжелательной публики, один-два человека, родственники, друзья, знакомые. Для юных исполнителей можно устраивать игровые приемы. Домашние концерты с афишами, мама или папа в роли конферансье, аплодисменты. Дети очень быстро подхватывают эту игру и им нравится быть главным действующим лицом какого-то мероприятия. Впоследствии расширять круг приглашенных, вплоть до людей незнакомых или малознакомых, далее своих одноклассников, играя совместные концерты с другими коллегами. Из своего опыта могу сказать, не бойтесь хвалить ученика, потому что все их страхи основываются прежде всего на заниженной самооценке. Это были некоторые размышления по этому поводу. Я буду очень рад, если кому-то они помогут. Всего доброго! С вами был Роман Жбанов.